Я уже не помню, и было даже такое интервью, что будем искать те самые там 13 сотых, говорила Нина Моза. Потом нашли и план перевыполнили, естественно. Догнали и перегнали. Вот здесь очередное у нас достижение. Итак, односотное преимущество Кристины с Алексеем над американцами. И большое преимущество за счет короткой программы нашей пары Евгения Тарасова и Владимира Мороза. Понят, первое. Но сейчас смотрим. Итак, программа нынешнего сезона. Ноттердам де Пари, Собор Парижской Богоматери, Ксения Сталбова, Федор Климов. Нина Моза на кону не похвалила, что они до конца выдержали образы короткой программы, не развалились ни в каком моменте. Сложная программа, произвольная. Тут и тема Квазимода, и образ... Там и другой образ примешивается из мюзикла. Как-то попытались они соединить это. Как они это делают, а? Невероятно. И я увидел, что это было бы, когда я ищу тебя, и ты, 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 ты Увидела, что разворачивает Федю, и вот этот перескок уже так сомпровизировано. Это невероятно, если действительно так быстро сориентировались. Но вряд ли так был поставлен, хотя возможно. Тоже с назад наружу, но прогиб партнерши в этом положении должен быть очень сильным, для того, чтобы голова партнерши была ниже колена опорной ноги. Какая скорость, а! Феденька чуть-чуть в экспрессии побольше, потому что сейчас Ксюша, она, конечно, в актерске, артистически переигрывает его. А теперь, возможно, так было задумано, что в первой половине до вот этой арии Куземода Федя был более сдержанная эмоция, а здесь начал выдавать, стоять, молодцы, двумя отсюда. Вот видите, та же поддержка, на которой была ошибка у наших ребят, Ксюша Настахова и Л.С. Роганова. Но здесь они в стенд попали очень здорово. Ну что, как всегда, В стиле Савченко-Золкова выброс на финал оставили. Сейчас, как я понимаю, еще одна поддержка. Замысловатый перехват. Замысловатый перехват. Не положено, не хорошо и не честно, потому что Каня с Максом восхищают абсолютно. Весь спортный сезон восхищали. Но у Ксении с Федром есть... Не знаю, я когда смотрю их катание, я думаю, что вот тоже ощущение такое, что вот в них есть все. В них есть и Родлина с Зайцевым, да, в них есть и Гордеева с Гриньковым. Вот действительно... Ну, может быть, разве только Бережной Сихорулидзе в них нету. И Дмитриев тоже есть со своим парнем. Я не знаю, вот они какая-то пара такая, потому что, с одной стороны, из Питера, да, и Питерская школа Людмилы Николая Великова. И вот эта основа питерская, ее никуда не денешь. А если эта основа питерская, то здесь, конечно, и Дмитриев с Казаковой, и Дмитриев с Мишкутенок, и Бережная Сихорулидзе отчасти, да. А и Москва сюда накладывается. Переехали в Москву, стали тренироваться в группу Нин Мозов. А Москва это другое. Москва это ЦСКА, это школа ШУКА. Вот я не знаю, как это все соединяется в них, я не понимаю. Но у меня такое ощущение, когда я их смотрю, что у меня вот такая ретроспектива отечественного фигурного катания в одной паре. Порой где-то в каком-то повороте головы, в каком-то жести, я не понимаю. Но при этом они абсолютно как-то не похожи на других. Я пока не могу говорить про это. Не может говорить Владислав Жавнирский, который с ним...